Дети в безопасности. Наринмар стал участником проекта по социальной реабилитации детей. На базе комплексного центра социального обслуживания презентовали автокласс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Перед тем, как стать полноценными участниками дорожного движения, детям позволят сесть за руль и прокатиться на автомобиле. 30 городов и 28 регионов получат автоклассы для детей-инвалидов ТЁ благодаря партнерскому проекту «Движение без ограничений». Всероссийский фонд поддержки детей, находящийся в трудной жизненной ситуации, совместно с Киа Мото Рус, уже как три года внедряет образовательные классы в регионах России. Разрезать красную ленточку в честь открытия автокласса доверили тем, кто будет в них учиться. Братья Филипповы одними из первых испробовали новейшее оборудование – учебный автотренажер. Как только водители нарушают правила дорожного движения, виртуальный транспорт сигнализирует об этом. Проходить нужно только на зеленый цвет или по зебре. Лучше научиться правил дорожного движения, чем на автотренажере. Целый образовательный комплекс позволяет детям усвоить ПДД, не выходя на реальную дорогу. Тут и светофоры, и зебры смоделированы городские улицы. Учебные пособия наглядно покажут детям, как не стоит вести себя на дороге. Уроки будут давать сотрудники ГАИ и КСЦО. Почему этот автокласс отдельный, почему именно при комплексном центре социального обслуживания. У детей инвалидов и у их семей есть нечасто возможности постоянно посещать школу. Они часто выезжают в больницы, находятся на каких-то процедурах. То этот ребенок может вне зависимости от конкретной даты, есть возможность, он каждую неделю посещает с родителем, нет возможности, он может это перенести. То есть весь необходимый набор знаний этому ребенку все равно дадут. Как заверяет директор, автоклассы пустовать не будут. Когда классы свободны, на уроки будут приглашать детей из коррекционных классов или других школ. То есть в наших автоклассах оборудование все направлено на то, чтобы ребенок почувствовал себя на улице в безопасности. И когда он уже проходит все вот эти наши упражнения, изучает правила дорожного движения, он уже спокойно может ориентироваться на улице и не бояться сигналов светофора, машин, знает, как переходить по зебре и чувствует себя в безопасности. Сейчас сотрудники автоинспекции совместно с Центром социального обслуживания разрабатывают учебную программу. Она будет включать учебные мультики, занятия на тренажерах и практические навыки поведения на дорогах.